Пора мусор разделять. Почему мы живем, как варвары? Когда есть желание, остается вопрос, есть ли возможности. У жителей во дворе стоят только общие баки для мусора. Мы решили выяснить, что нужно сделать, чтобы рядом оказался и контейнер для вторсырья. Сегодня такие баки устанавливают коммерческие организации. Они собирают вторсырье, сортируют его и превращают в материал, который вновь идет в производство. В основном это все идет на переработку нашим местным производителям. ПЭД перерабатывается компанией «Анимона» в щетину. Они делают щетину для венков. Макулатура уходит на наш завод Алтай-Кровля для дальнейшего производства коробок. ПНД – это канистры, это производство труб полиэтиленовых. В месяц организация Алексея собирает 200-300 тонн вторсырья. Также происходит и его закупка из других регионов. Директор компании уверяет, необходимость в этом исчезнет, если поставить в Барнауле больше баков. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране. Условие лишь одно. Принципиальным условием, которое мы обговариваем сразу с заказчиками, что в наш контейнер не должно попадать органические отходы. То есть сюда должно попадать именно отсортированное, хорошего качества, так скажем, от потребителя вторичное сырье. Мыть бутылки и снимать наклейки не нужно. Также не придется и платить денег. А во дворе наших героев теперь есть бак, в который они будут скидывать бутылки, стекло, металл и бумагу. Ничего из этого не будет гнить десятки лет на полигоне. Все используют повторно. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин и Андрей Печоркин. День с толком.